О таких сложных проблемах современного общества, как онкологические заболевания, почему-то принято говорить только в кризисные моменты, когда жизнь человека, тем более ребенка, в буквальном смысле слова, висит на волоске. Однако уделять внимание самым маленьким, тем, кто оказался подвержен таким тяжелым заболеваниям, нужно все время. В этом убеждены члены благотворительного фонда «Ванечка», который не так давно начал свою работу в Брянской области. Сегодня мы проводили благотворительную акцию «Семь цветов счастья», которая была приурочена ко дню семьи любви и верности. Цель была акции – это приглашение 20 семей из районов Брянской области, которые могли вместе со своими детьми покататься бесплатно на каруселях, попробовать сладкую вату, воздушные шары, ну и много всяких хороших положительных эмоций. В 2010 году маленькой Лизе Знаменкиной врачи поставили страшный диагноз – нефробластома левой почки. Девочка прошла операцию по удалению злокачественной опухоли и 9 курсов химиотерапии. Сейчас вот уже три года у нас как бы ремиссия идет. Вроде бы как ничего, ну, конечно, своих болячек хватает, но ничего. Самое главное – по основному нормально у нас. Подобные акции просто необходимы. Убеждены родители, чтобы ребенок начал чувствовать себя лучше, положительные эмоции – хорошее лекарство. А глядя на то, как радуются детвора, неволей забываешь, через какие трудности пришлось пройти и что пережить. Нравится тебе ходить на такие праздники? Будешь сюда приходить? Почему ты будешь сюда приходить? Ну, часто буду. Завтра, может, приду еще. Ну, еще с ночью, я останусь. Сегодня в Брянской области несколько сотен детей нуждаются в лечении и реабилитации. А выход из подобной ситуации может быть только один – не оставаться в стороне от чужой беды. Понятно, что мы говорим, что со мной этого не случится, но тем не менее такое происходит. И вот здесь, конечно, нужно бросать все свои силы для того, чтобы и лекарственными средствами поддержать, и поддержать их именно морально, и духовно поддержать, потому что на самом деле очень серьезное испытание. Виталий Угримов, Иван Самошенков. События. Брянск.